Хей! Добро пожаловать в первый урок бесплатного вводного курса по шведскому языку. Меня зовут Анастасия, я преподаватель шведского и автор курсов по шведскому языку. Первый урок этого вводного курса будет посвящен приветствиям и прощаниям на шведском языке. Сначала мы начнем с приветствий и поговорим про нейтральные приветствия. Самое нейтральное приветствие в шведском языке и самое распространенное это хей! Хей! Вы можете говорить его практически кому угодно и практически в любой ситуации. Также есть еще одно приветствие, которое не считается совсем неформальным, и его можно отнести также к более нейтральным приветствиям. Это приветствие халло! Мы очень редко говорим его, и я практически его не слышала сама. Но это приветствие считается неформальным и в том числе нейтральным. К нейтральным его тоже можно отнести. Дальше у нас идут формальные приветствия. Это, например, good morning или good morning. Это значит доброе утро. Следующее приветствие good dog или good dog. Это значит добрый день. И еще одно формальное приветствие это good well или good well. Это значит добрый вечер. Good morning мы можем говорить и как пожелание доброго утра в шведском языке. То есть оно может использоваться и в неформальных ситуациях. Любое из этих приветствий, good morning, good dog и good well, Мы можем сказать в принципе в любой ситуации и в формальной и в неформальной. Но чаще мы говорим их в формальных ситуациях. Мы также можем с вами посмотреть время в течение дня. Как оно называется на шведском языке. Это значит время до полудня, до двенадцати часов. Это значит время после полудня, после двенадцати часов. Квель это вечер, над это ночь. Поэтому good morning будет буквально доброе утро. Good dog будет буквально добрый день. И good quäl будет буквально добрый вечер. Теперь неформальные приветствия. Посмотрим какие они бывают в шведском языке. Мы можем сказать, например, hey son, hey son. Также есть sha, sha, sheena, 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 sheena. Это полная версия приветствия. Sheena и sha это его сокращенные варианты. Это самые распространенные неформальные приветствия в шведском. Таким образом, когда вы с кем-то здороваетесь, вы можете сказать, hey, hello, good morning, good dog, good quäl, hey son. sha, sheena, 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 sheena. Иногда в шведском языке мы говорим приветствия два раза. Например, hey, hey, good morning, good morning, good dog, good dog, sheena, sheena. Это не значит ничего дополнительного, просто мы говорим их чуть дольше, когда мы говорим их два раза. То есть, они звучат чуть дольше, как более долгая фраза. Когда мы приветствуем группу людей, то обычно мы говорим, hey, allihopa, всем привет. И это довольно неформальное приветствие для группы людей. Теперь давайте посмотрим фразы, которые мы можем сказать, когда прощаемся. Самая распространенная фраза на прощание это, hey door, hey door. Мы также можем сказать ее два раза. Hey door, hey door, hey door, hey door. И на прощание мы также можем сказать, hey, hey. Это будет довольно неформальный способ сказать пока, если вы говорите, hey, hey. То есть, слово hey в шведском языке может значить привет и пока. У нас еще есть фраза весе, до встречи или увидимся, когда люди хотят потом встретиться. У нас есть разные варианты этой фразы, когда мы говорим, когда мы хотим встретиться, увидиться. Весе снаут. До скорой встречи. Увидимся скоро. Весе с и морон. До встречи завтра. Увидимся завтра. Весе с по монда. До встречи в понедельник. Увидимся в понедельник. Весе с по хельян. До встречи на выходных. Увидимся на выходных. Весе с и квель. До встречи сегодня вечером. Увидимся сегодня вечером. Также мы можем сказать эту фразу с местом, где мы хотим увидеться или встретиться. Например. Весе с по мётед. Увидимся на встрече. Увидимся на мероприятии или до встречи на мероприятии. Увидимся на концерте или до встречи на концерте. Это значит увидимся в офисе или до встречи в офисе. Также у нас есть фраза. Это буквально значит услышимся. Так обычно говорят, когда хотят созвониться друг с другом или написать друг другу. Также на прощании мы можем сказать Это значит всего хорошего. И еще одна фраза Это значит береги себя. Итак, что вы можете сказать на прощание? Например, Теперь вы знаете, как вы можете поздороваться и попрощаться на шведском языке. В следующем, втором уроке, мы с вами разберем шведские числительные, шведские числа от 1 до 20. Если вы хотите получать уведомления о новых уроках и PDF-файлы к ним, то зарегистрируйтесь на этот курс, на этот вводный курс по ссылке, которая находится в описании под видео. До встречи на следующем уроке. Ха-да-с-а-брё! Хей-до!